И мы возвращаемся к ситуации на востоке страны. За противостоянием участников транспортной блокады и силовиков продолжает следить Руслан Смещук. Он снова на связи. Руслан, как развиваются события? Что изменилось за последний час? Катя, ну вот 20 минут назад закончился экстренный брифинг главы нацполиции Донецкой области, где журналистам сообщили обновленную официальную информацию. Так вот, согласно этих новых данных, задержанных под Торецком, Щербиновкой и Курдюмовкой было не 43 человека, а в два раза больше, более 80 людей задержали правоохранителей и изъяли у них 8 единиц стрелкового оружия, а не 43 единицы, как об этом ранее заявляли в СБУ. Вот также к этому часу уже поступило заявление министра МВД Арсена Авакова, в котором он говорит, что информация о возможных пострадавших во время действий силовиков не подтверждается, то есть пострадавших якобы не было. И также на этом брифинге сообщили, что контрдиверсионная операция продолжается, продолжаются следственные действия, так что вполне возможно этой ночью или завтра днем будут новые задержания. И также я 10 минут назад связывался с участниками торговой блокады на железнодорожном редуте в Бахмуте. Они мне сообщили, что в принципе пока против них никаких силовых действий не предпринималось. Там на редуте уже дежурит один из нардепов, который будет их прикрывать от правоохранителей. Но в целом там готовятся к возможному ночному штурму и ночь там будет достаточно напряженной. Вот на данный момент это все, что я могу сообщить. А больше информации, больше новостей о транспортной блокаде ждите уже завтра в завтрашнем выпуске подробностей. Студия. Руслан, спасибо. Это был Руслан Смещук. Он продолжает следить за ситуацией на Донбассе, где в эти минуты, возможно, заканчивается транспортная блокада.